Дикторы зачитывают текст, участники записывают его в специальных бланках, вспоминая правила грамматики, орфографии и пунктуации. 13 апреля в шестой раз сыровчане сядут за школьные парты и примут участие в популярной всероссийской акции. Мы не подводим никакой статистики, не делаем вывод о грамотности населения, потому что это будут не объективные выводы однозначно, потому что уровень тотального диктанта более сложный, нежели школьный диктант. При этом оценки за диктант выставляются по школьным нормам. В этом году столицей тотального диктанта стал Таллинн. Всего акция охватывает более 700 населенных пунктов по стране и за рубежом. Автором текста диктанта 2019 года стал известный писатель и критик Павел Басинский. Как и в прошлые годы предусмотрено онлайн мероприятие, то есть тотальный диктант можно написать онлайн, но согласитесь, что впечатления от акции уже будут несколько другими, потому что подержать ручку, пописать от руки – возможность только очна. Работы проверят уже в день проведения диктанта. Результаты будут доступны после 18 апреля на сайте акции. Организаторы предлагают провести работу над ошибками. Она пройдет в день награждения отличников. Организаторы диктанта предполагают онлайн-консультацию по ошибкам. Мы предлагаем в дополнение к этому консультацию очную в гимназии номер 2, где учителя, которые проверяют, лично могут с вами пообщаться. Написать тотальный диктант можно будет 13 апреля во второй гимназии, начало в 2 часа дня. Предварительно можно пройти регистрацию на сайте Всероссийской акции. Но эта процедура, как рассказывают организаторы, носит рекомендательный характер. Написать текст диктанта смогут все желающие. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.